Музыка Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодняшнее короткое видео посвящено счастливым обладателям оборудования для дистилляции, в которых используется медь. Ну вот я тоже стал таким счастливым обладателем. У меня появилась тарелчатая колонна с медными тарелками от компании Magnum Steel. Ссылку на обзор этой колонны, а также где ее купить в Украине и в России, я размещу в описании видео. Суть в том, что в процессе дистилляции медь темнеет. У меня уже есть опыт, у меня есть медные кольца, которые я использую в качестве насадки в обычной царге. И также, когда появилась колонна, я задался вопросом. Две-три дистилляции и медные колпачки становятся вот такими темными, окисляются. Сейчас покажу поближе. Но запотевшие немножко. Реально колпачки такие крепко темнеют. Ну и медные кольца, которые должны быть красные, становятся вот такими вот, окисляются короче. И соответственно, хуже вступают в реакцию с парами. Мы теряем некоторый эффект от использования меди. Поэтому колонну надо чистить. Ну с кольцами вообще все просто. Их залил, да и все. А с колонной как бы как ее почистить. Разбирать ее по этажам и каждый этаж отдельно чистить. Я обратился к производителю и мне подсказали один интересный, так сказать, метод. Вот один интересный метод, которым я сейчас с вами поделюсь. В первую очередь нам понадобится приготовить раствор лимонной кислоты. Для приготовления раствора нам понадобится обычная пищевая лимонная кислота и вода. На 2 литра воды рекомендую использовать 100 грамм лимонной кислоты. Ну вот я сейчас буду чистить и колонну, и кольца. Соответственно, мне надо 2 литра водички. Если только колонна, то на нее достаточно литра, наверное, более. Растворяем кислоту в воде. Раскручиваем кламповое соединение. Снимаем колонну с клампа. Кладем сюда в несколько раз сложенную стрейч-пленку. Ставим колонну назад на кламп. Стрейч-пленку обвернем вот так вот. И обожмем. Опять обожмем клампом. Это даст нам хорошую герметизацию. И фактически мы сможем саму колонну залить кислотой. Теперь используем линьку. И заполняем нашу колонну раствором пищевой лимонной кислоты. Наша задача заполнить колонну таким образом, чтобы все медные части были покрыты кислотой. Ну, а также остаток раствора лимонной кислоты, остаток, вернее, залью медные кольца. Оставляем это дело минут на 40. И через 40 минут посмотрим на получившийся результат. Через полчаса, друзья, имеем вот такой вот результат. Девственно чистые тарелки-колонны. Как видите, все окислы растворились в лимонной кислоте. Ну и при этом ничего не надо разбирать. И вот я специально замочил насадку, чтобы вы видели, какая она была черная. Теперь посмотрите, какая здесь водичка. И какая сама насадочка. У насадки площадь значительно больше, чем у тарелок-колонны. Поэтому здесь очень хорошо видно, сколько грязи с этой насадки я вымыл. Естественно, после всех этих манипуляций, просто вот таким образом сливаем раствор лимонной кислоты. И при этом, друзья, не забываем все промыть водой. Потому что кислота достаточно агрессивная среда. И если оставить остатки кислоты в колонне, то медь даст такую реакцию зеленый окисл. Вот, поэтому теперь заливаем колонну обычной чистой водой. Хорошенько промываем его. И очистка колонны на этом закончена. Точно таким же методом можно чистить медные царги, медные шлемы, медные дефлегматоры, если у вас дефлегматор, допустим, медный. Медные холодильники, медную СПН. То есть все абсолютно по одинаковой схеме. И делать это желательно где-то каждый раз после двух-трех дистилляций. Потому что этот окисл, как я уже говорил, он защищает медь. То есть не дает ей вступать в реакцию и нормально очищать пары алкоголя при дистилляции. Вот такой нехитрый метод, друзья. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!